Всем привет! Это была неделя, когда Бавария выиграла еще и Кубок Германии, теперь, видимо, идет на трэбл. Вердер спасся в переходных матчах и отправил на пенсию Клаудио Писаро, а Льюрис при всех напихал сону за то, что тот не отработал в одном из эпизодов. Ну а нашу команду помогали и мешали собирать вратарь Шахтера Трубин, сохранявший своими ошибками интригу в украинском дерби. Однако дончане все же победили. Фил Фоуден и Дейбрёйне, устроившие шоу в матче с Ливерпулем. Антуан Гризман, забивший супергол в ворота Вильериала. И только Серхио Рамос продолжает приносить победы мадридскому Реалу, являясь вторым бомбардиром в команде. Такими темпами скоро и в топ-5 бомбардиров Ла Лиги попадет. Ну а мы начинаем с вратарской линии. Тут, с одной стороны, два матча на ноль провел Тибо Куртуа. Первый за 25 лет в составе сливочных, кому удалось набрать 17 сухих игр за сезон. Ну а с другой стороны, голкипер Саут Гентона Алекс Маккарти отбил все шесть ударов в створ от футболистов Ман-Сити и стал героем встречи. Ну и, конечно же, Лукаш Скорубский из Болонии. Оставшись с партнерами в меньшинстве, помог перевернуть матч с Интером и добиться победы. Поляк сделал кучу сейвов и отбил пенальти. Выбирать вам, кто был из них лучше. Переходим к обороне. Слева у нас сыграет Сиат Калашин. Сбаснид с партнерами на неделе одержали две победы на ноль. Хоть Сиат и играл на непривычной позиции третьего центрального защитника, был очень хорош и не совершал индивидуальных ошибок. Оборона Арсенала стала выглядеть надежно даже на фоне классного Вулверхэптона. Какое-то чудо, простите. Справа снова сыграет Хуан Квадрадо. Очень активное участие принял в победах на Дженуа и Торино. Колумбиец в такой прекрасной форме. Большое подспорье для Юви в ответ на матч с Леоном в Лиге Чемпионов, где нужно будет давить по всем фронтам. В центре обороны защитник Шеффилда Джон Игган. Сначала в матче с Тоттенхэмом он с партнерами сдержал Харри Кейна и компанию. Ну а потом с Берли вырвал ничью для команды, завершив классную комбинацию мощным ударом. Рядом с ним можно снова смело ставить Серкио Рамоса. Автора двух победных вечей на неделе. Команда играет на ноль, моментов у своих ворот почти не допускает. А этот человек забивает важнейшие позолоченные, а может уже и золотые голы. Полузащита здесь было много отличных перформансов, так что я прям вижу ваши злостные комментарии о тех, кого мы не взяли. В центральной зоне сыграет Бруно Фернандеш, но нельзя его не брать в основу. За два матча на неделе человек набирает пять результативных действий, кладет штрафные и рулит самой привлекательной атакой ВПЛ на данный момент. Если бы он пришел в начале сезона, думаю претендовал бы название лучшего игрока чемпионата. Рядом с ним юный талант из другого Манчестера Фил Фоуден. Видели его игру с Ливерпулем? Его ассист и шедевральный гол с Дебройне просто клоуна из Робертсона сделал. Очень уверенно он действует и будто намекает Пепу, что Сильва может спокойно уходить на пенсию. Третьим полузащитником будет Никола Влашич Хорват, главный игрок ЦСКА и их спасительной недели, где армейцы добыли две важные победы. А Спартак Влашич вообще чуть ли не в одиночку обыграл. Думаю, парню нужно всерьез задуматься о том, чтобы попробовать себя в более сильном чемпионате. Тройка нападений. Здесь тоже все очень интересно. Правого форварда сыграет новый талант Юнайтед Мейсон Гринвуд. Парень в неделе сотворил три гола и один ассист, показав всему миру свою двуногость. А еще он чуть ли не главный свободный художник в тройке нападения манкунянцев, действует по всему фронту атаки. И главное, посмотрите на его эффективность при реализации ударов. Слева сыграет Криштиану Роналду. Какие два пушечных удара он положил на этой неделе. Плюс португалец уже не так злится, когда забивает кто-то другой, например Дибала, и хорошо подключает к атаке того же Куадрада. Такой Роналду может помочь Юве пройти очень далеко в лиге чемпионов. Ну и да, это свершилось. Роналду и Месси сыграют в одной команде. Лео исполнит ложную девятку. Мяч ворота Атлетика, две голевые с Велериалом. И вот у него уже 41 очко в Ла Лиге по системе гол плюс пас. Очередная супер неделя аргентинца на фоне ужасов в Барселоне. Расстановка у нас в этот раз современные 4-3-3 с креативными полузащитниками и ложной девяткой. Плюс края, позволяющие установить полный контроль мяча и не отдавать его вовсе сопернику. Ну а у Месси есть эффективные адресаты для передач в лице Гринуда и Роналду, которые тоже могут забивать на постоянной основе. Тренером этой команды можно было поставить новоиспеченного дедушку и чемпиона России Симакан. Но мы ждем от него и Зенита успеха в Европе. Поэтому возьмем Микеле Артету. Как он перестроил оборону. В тройках Мустафи Луиси Калашиноц не пропустила ни одного гола на неделю. В итоге испанец справился с критикой и насмешками над тем же Давидом Луизом. И кажется наметил правильный курс в развитии команды. Ждем дальнейших успехов. Сейчас посмотрим на тех, кого мы взяли на замену. Ну а пока рубрика от наших партнеров из MarathonBet. Топ лучших матчей наступившей неделе. Во вторник нас ждут интересные игры ВПЛ и серия. Но особенно в этот день хочется поболеть за Федю Смолова и его гол ворота еще одного испанского гранда Атлетико. В субботу классно атакующая таланта попробует притормозить Ювентус в погоне за Скудетто. Ну а в воскресенье не выпустите суровое дерби северного Лондона. Тоттенхэм Арсенал. Самые выгодные коэффициенты на эти и другие футбольные события вы найдете на сайте наших партнеров MarathonBet. Мы же переходим к списку игроков на замену. Первый у нас Виллиан. Бразилица недели показал хай-класс по реализации стандартных положений. И по ходу дела установил пару интересных достижений. У него теперь есть голы в каждом календарном месяце. И он первый игрок в АПЛ за 4 года, который забил в матче и со штрафного, и с пенальти. Идем дальше. Майкл Антонио. Аннельчане сейчас главный мотор Вестхэма, который борется за выживание. Стал героем победы на Чилс, забил сам и создал гол для Ермоленко. А также измучил Нью-Касл своей активностью. Третий. Сердар Азмун. Иранец после шквала критики за поведение вне поля. В двух матчах на неделю забил три гола. В том числе победный с Краснодаром, оказавшийся чемпионским. Он и правда уже перерос уровень РПЛ. Хотя многие голы забивал при помощи Артема Дзюба. Кстати, ставшего лучшим ассистентом РПЛ. Родриго де Паули Зудинезе на неделю обыграл со своим клубом Рому и сыграл в ничью с Дженуа. Команда оторвалась от зоны вылета, а аргентинец сыграл решающую роль в этих матчах, создав три из четырех голов своей команды. Ну и Роберт Ливандовский. Поляк снова забил. Теперь два ворота Риверкузена в финале Кубка. Его просто не остановить. Ну и думаю, особенно всем понравился его курьезный первый мяч ворота бедняги Градецкий. Как всегда, набралось много тех, кому места не хватило. Это и Паула Дибала, забивающий уже четыре игры подряд. Это и Лукас Акампус из Сибилии, остановивший в одиночку Эйбар. Данила Уткина из Краснодара, положивший красодуль в ворота Зенита. Томас Солчек, новичок АПЛ, круто показывающий себя в Вестхэме. Инсиния, его победный гол в матче с Ромой и многие-многие другие. Пишите в комментариях, кого еще, по вашему мнению, мы обязаны были взять в команду недели. И голосуйте за сегодняшнюю пятерку по ссылке в описании. Ну а пока думайте, послушайте Сашу Журавлева с рассказом о самых ярких событиях последнего дня. Всем привет! В Оренбурге продолжает бушевать коронавирус. Заболели еще два человека, а у нескольких игроков обнаружили пневмонию. Желаем парням скорейшего выздоровления. А на третьем месте ужасная неделя Спартака. Во вторник красно-белые уступили в принципиальном дерби проблемному ЦСКА, показав очень слабую игру. В первом тайме не нанесли ни одного удара в створ. Ошибся Максименко, а после перерыва глупое удаление заработал Зобнин. В субботу же Спартак во второй раз в сезоне проиграл Тамбову, дважды ведя в счете. У команды всего 32 очка после 26 туров. Это худший результат с 2003 года. В ЛЧ уже точно не попасть. Да и на Лигу Европы шансов все меньше, даже Уфа выше в таблице. Примечательно, что ТДСК показывает результат на уровне Кононова, который доводил клуб до полной безнадёги. А большинство трансферов гендиректора Цорна так и не оправдываются. Короче, видимо, и ТДСК не спасет клуб. Опять нужны перемены? Минус пять. На втором месте от Валенсии. На неделе летучие мыши проиграли Атлетику, после чего руководство уволило тренера Альберта Силадеса, который скандально возглавил команду в начале сезона. Это уже 11-я отставка в клубе за 8 лет. Увольнение выглядит логичным. Оранжевые идут на 9-м месте в чемпионате, а за последние 15 матчей одержали лишь две победы. Но этим проблемы не ограничились. В клубе разлад между игроками и руководством, которое, например, не смогло договориться о продлении контракта с Эзекелем Гараем, который в итоге ушел свободным агентом и открыто заявил, что это из-за конфликта. Ну а верх безумства комментарий дочери владельца Валенсии Питера Лима, которая в Инстаграме ответила на недовольство фанатов. Это наш клуб, и мы можем делать с ним все, что захотим. И никто не может что-то говорить об этом. Видимо, Лима и его семья действительно относятся к клубу с историей и сотнями тысяч фанатов как к игрушке. Жалко болельщиков? Минус 10. И на первом месте жесть в первой лиге Армении. На прошедшей неделе местная федерация футбола официально прекратила соревнования во втором по силе дивизионе страны. После масштабного расследования удалось доказать участие в договорных матчах сразу пяти клубов. Арагац, Торпеда, Масис, Локомотив и Ереван. Лидер по количеству нечестных матчей Масис – 11 игр. Всего под бан попали 58 человек. 45 из них пожизненно лишены возможности работать в футболе. Отменены результаты 30 игр. Логично, что при таком объеме не стали пересчитывать таблицу, а просто отменили весь сезон. Руководство местного футбола впервые начало серьезную борьбу с договорниками. И кажется, что работы будет предостаточно. Желаем федерации успехов, ну а организаторам договорных игр, которые убивали футбол в своей стране – минус 20. Теперь о хорошем. Роналду наконец-то положил свой первый мяч со штрафного за Ювентус, оформив 25-й гол в серии А. Он первый игрок «Зебр» за 59 лет. Кому покорилась эта цифра? Теперь Криштиану надо забить 8 голов в оставшихся 8 матчах, чтобы стать абсолютным рекордсменом по этому показателю. Кажется, что португальцы теперь не остановить, уже и до имобили всего 4 мяча. Но на третьем месте топовые трансферы Интера и Баварии. На неделе черно-синие подписали Ашрафа Хатеми. Мараканец был целью Баварии и Ман-Сити, его хотел вернуть Реал и пыталась сохранить Боруссия, но неожиданно игрока купил Интер. А оказывается, решающим стал тот факт, что Конте предложил Ашрафу место правого латерали в схеме с тремя центральными защитниками. Такая расстановка идеальна для Хатеми, обожающего подключаться в атаку. Так что Мараканец отказался от лучших условий Баварии и Ман-Сити и посчитал Нарадзури идеальным местом для своего прогресса. Поздравляем Интер! А вот трансфер Лероя Сане не был неожиданностью. Мюнхенцы давно на него охотились, а теперь, учитывая недавнюю травму, и всего год оставшийся по контракту с Сити, смогли купить игрока за 50 с небольшим миллионов, плюс бонусы. Кажется, Бавария наконец нашла замену Робину и Рибери. В команде уже феерит Серж Гонабри, а Сане, который часто берет игру на себя и немного выбивается из командных схем, как и условный Робин, идеален для системы мюнхенцев. Посмотрим, что получится, а пока трансферным отделом обоих клубов плюс 5. На втором месте очередной рекорд великого Джан-Луиджи Буфона. На неделе итальянец в 42 года продлил контракт с Ювентусом еще на один сезон, а в субботу провел старинно свой, только вдумайтесь, 648-й матч в серии А. Таким образом побив рекорд другого футбольного долгожителя Пауло Мальдини. Кстати, туринцы сыграли со специальными нашивками в честь достижения голкипера. Сам Буфон говорит, что несмотря на возраст, заряжен на игру и продолжает ею наслаждаться. Даже не выходя на поле, итальянец яростно поддерживает команду на скамейке и постами в соцсетях. В общем, Джиджи за безмерную любовь к футболу плюс 10. И на первом месте продолжающий удивлять МЮ и конкретно Бруно Фернандеш и Мэйсон Гринвуд. Манкунянцы на неделе разгромили Брайтон и Бормут. У клуба уже 4 победы подряд. Решфорд, Марсиаль и Гринвуд забили на троих 55 мячей за сезон. Это больше, чем у трио нападения Ливерпуля, которым все восхищаются. А особенно впечатляют успехи Мэйсона, который в свои 18 наколотил уже 15 голов во всех турнирах. Самый молодой парень с таким достижением в МЮ за последние 37 лет. Видимо, в Англии появляется новый суперталант. И продолжает удивлять Бруно Фернандеш. Болельщики красных дьяволов три месяца подряд признают футболиста лучшим в команде. А с тех пор, как он переехал в Англию, МЮ заработал больше всех очков в АПЛ. У Пагбажа, который увидел, что не он теперь лидер команды, задето самолюбие. И он тоже стал показывать классный футбол. Вот что рассказал источник в клубе изданию Daily Mail. Когда, говорит Бруно, все его слушают. Раньше бывало, что в раздевалке стояла тишина. Сейчас же кажется, что все игроки просто счастливы. Они стали больше доверять друг другу. В общем, круто, что в клубе появился стабильный лидер на поле и за его пределами. Давно пора. Юнайтед за эволюцию от Санчеса до Фернандеша плюс 20. Переходим к команде худших. Здесь, конечно, стоит отметить вратаря Спартака Александра Максименко. С ЦСКА поймал 4 удара в створ. Правда, ни один из них не был опасным. А не лучший дальний выстрел в Лашича превратил гол в свои ворота. Стамбул и вовсе совершил всего-то один сейв, а три мяча пропустил. Хотя до карантина Саша частенько спасал Спартак. Оборона. Здесь самыми беспомощными на неделе был дуэт Эрика Дайера и Девинсона Санчеса из Тоттенхэма. Пропустили в матче с Шеффордом три мяча, в двух из которых они просто наблюдали за тем, как соперник забивает голы. Это было кошмарно. Полузащита. Тут пара Милинкович, Савич и Луис Альберто. Вообще не приучили нас к высочайшему уровню. И вдруг в матче с Миланом выделили просто ужасную игру. На двоих ноль созданных моментов и передач под удар. Одна жалкая обводка и один удар в створ. Как итог, поражение 0-3 и гонка за Скудетта, кажется, закончилась. Обидно. Ну и нападение. Здесь Лаутаро Мартинес, который с этой сагой с переходом в Барсу совсем позабыл об игре. В разгроме с Брешей не смог забить даже один гол. А с Болонией не реализовал пенальти, который мог стать победным. Вместо этого черно-синие проиграли. Видимо, Лаутаро мыслами уже в другой команде. А ведь жаль, дуэт с Лукако был прекрасен. Выбирайте по ссылке внизу худшего игрока в последние дни. Ну а на прошлой неделе вы выбрали лучшим Андрея Крамарича. Покер он, конечно, оформил знатный. Посмотрим, за кого вы проголосуете в этот раз. Вот наши претенденты. Криштиану Роналду, Леонель Месси и Мэйсин Гринни. По-моему, очень классный выбор. И, друзья, в прошлые разы многие жаловались в комментариях, что не могли проголосовать через гугл-формы. Поэтому мы создали специальный сайт для голосования, который должен работать во всех странах мира. Протестируйте и сделайте свой выбор по ссылке внизу. Ну а с вами были Васан Малан и Саша Равлев. Как всегда, обязательно подписываемся и смотрим предыдущие ролики. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok